Доброе утро! Ну, скетч, это с английского в переводе, это небольшая пьеска комедийная, но поскольку оно имеет смысл какого-то лаконичного завершенного действия, то в иллюстрации это небольшая зарисовка, которая действительно лаконичная, может быть не до конца прорисована, детализирована, но закончена и имеет какой-то посыл. Анастасия, какие вообще техники существуют, как раз помогут нам создать этот самый скетч? Чем можно рисовать? Рисовать можно чем угодно, сейчас очень много, особенно в современной иллюстрации есть компьютерная графика, а я пользуюсь тем, что пишем ручками, это может быть тушь, карандаши, цветные маркеры. Понеслась, что нужно делать? Нам нужно вооружиться бумагой, у вас у всех есть акварель, переворачивайте ее обратной стороной, гладенькой стороной, поскольку мы будем писать акварельными маркерами, нужно, чтобы акварелька растекалась. У нас есть карандаш, лучше начать все-таки с рисунка базового карандаша. У нас, правда, одна резиночка, но я думаю, мы поделимся друг с другом, и у меня есть для вас рисунки. На самом деле есть несколько выразительных средств в рисунке, основное это пятно. Я уже поставил пятно на бумаге, чтобы вы знали. Да, это линия и это штриховка. На самом деле, для того, чтобы нарисовать какую-то иллюстрацию, можно идти от линии, то есть рисовать контур, да, и линия в данном случае это основной инструмент, который помогает нам увидеть форму. Я точно могу нарисовать вот эту верхушку. Да. Штрих. Да, у нас есть, например, выразительное средство такое, как пятно, когда вся форма заливается пятном, и, может быть, она даже не будет иметь каких-то деталей, просто вся форма заливается пятнами. И это тоже иллюстрация, просто с меньшей деталировкой и с использованием пятен. Поэтому сейчас начнем. Давайте начнем с чего, вот что нужно линии? Для того, чтобы начать иллюстрацию, нужно увидеть форму всего предмета. Так. Форму всего предмета. И начать вырисовывать всю форму в целом без детализации, то есть как идет весь контур, его считать, причем пропорции в данном случае мы не берем. Я нарисовал уже какую-то форму, да, что нужно делать дальше? Теперь нужно внутри детализировать. Детализировать внутренние какие-то части. Хорошо, сейчас мы какие-то... Юля, тоже отлично. Здесь мне хватает немножко головы. Немножко. Совсем чуть-чуть. Я просто не очень понимаю. Я такое огромное пальто нарисовала. Вы знаете, мне кажется, тут голова должна быть больше даже, чем у Саши Тарасова. Не знаю, видно вам или нет. То есть можно и шляпу тоже нарисовать? Ну, в данном случае вот я рисую шляпу, потому что она у меня есть. Можно, конечно, пофотнозировать, можно поискать здесь на рисуночках или из головы взять все, что захочется. Ну, в принципе, голову обязательно, поскольку это все-таки модель. Чем гипертрофирование будет, им интереснее иллюстрация, потому что, если мы рисуем совсем натуральное, ну, это скорее какой-то рисунок, художественная, живопись. А иллюстрация, она же стилизованная. То есть это удлиненные ноги, это широкие плечи, это узкие бедра. То есть все, что в жизни не встречается, можно в иллюстрацию спокойно изображать и чувствовать себя комфортно, потому что, ну, это же просто рисунок. И сейчас очень модно большие карманы. Да. Дорисуем. Дорисуем, обязательно. Такой. С валанчиками все. Слушайте, мне кажется, у меня получилось вполне себе генеральское пальто. Вполне себе. Какое настроение такое, такой рисунок. А у Саши даже симпатично. У меня что-то демоническое оно какое-то у меня получилось. Но, слушайте, я впервые в жизни что-то нарисовал, из чего хотя можно прочитать, что это человек. Это уже для меня большой поступок в жизни, какая-то победа. Смотрите, да. Далее мы с вами берем, поскольку мы будем пользоваться акварельными маркерами, мы с вами рисуем маркерами, но в данном случае нужно любой контур брать кисточку и размывать, поскольку этот маркер, он работает как акварелька. Да, то есть как только вы нарисовали какой-то контур, сразу его смочить водичкой. Слушайте, ну как интересно, надо же. Все-таки увлекательный процесс творчества. Мне очень нравится, Саша. Вы уже перешли к краскам, подождите, я тоже хочу что-нибудь мазнуть. Ну вот, то есть выбрать можно любой цвет, какой захочется. Слушайте, интересно, но как ни странно, этот процесс затягивает даже людей, которые никакого, как меня, которые никакого отношения не имеют к изобразительному искусству. Забавно и, мне кажется, и с детьми было бы здорово поразвлекаться таким образом. И со взрослыми. В принципе, может быть, вечерней какой-то игрой на компанию, которая будет рисовать друг на друга по фотографиям. Сейчас же это интересно, да. Такая штука увлекательная. Анастасия Самохвалова была у нас в гостях. Рассказала нам с вами, как легко и просто можно нарисовать себе пальто, и затем у вас станется только лишь, понимаете, отдать в бателье. Да. Сегодня мы тренировались создавать скетчи. Программа наша продолжится гороскопом, сразу после которого мы вернемся в студию и раздадим билеты в нашей рубрике «Угадай мелодию». Продолжение следует...